Здарова народ, мы снова на GreenTouch Roleplay. Если в прошлом ролике мы только вспоминали, что да как на этом сервере, и лишь смотрели автослон и подбирали себе тачку на будущее, то в этом ролике мы поедем её покупать. В общем, ролик будет интересным, поэтому не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Но я напоминаю, что ссылка на скачивание GreenTouch Roleplay находится в описании, а также вводите мой ник при регистрации Данила Киповский, чтобы получить 100 тысяч на старте. Но я желаю вам приятного просмотра. Так, ну что, на остановке я не просто так, собственно, появился. Как вы видите, у меня на балансе прибавился миллион, ну плюс-минус что-то около этой суммы. А это потому, что у меня больше нет машины, прикиньте. Теперь я вообще получается пешеход. И я до сих пор вот этот дед, поэтому мы сегодня обязательно купим новый скин. И посмотрев меню М, кстати, обновлённое меню М, как вы видите, вообще поменялся дизайн, интерфейс, да. Очень симпатично это выглядит, как мне кажется. В общем, тут пишут, что я устроен на водителя автобуса, и в этом же городе, где я сейчас нахожусь, в принципе, можно уволиться. Поэтому я думаю, для нас будет не проблемно сейчас как-нибудь сбегать и уволиться. Ну а, кстати, по поводу менюшки М, по поводу вот этой самой новой, да, менюшки, тут у нас, получается, и документы сейчас все есть, и GPS, реферальная программа, донат. Кстати, реферальная программа. Тут вы также можете ввести мой никнейм, чтобы получить бонус в виде 100 тысяч игровой валюты на старте игры. Так, у меня что-то инвентарь ещё здесь открылся. Ну, в общем, полезное менюшка, круто, что её обновили, и дизайн на самом деле приятный. Ну а я, наверное, побегу, потому что что-то автобуса я не дождусь. Короче, знаете, что я сейчас понял? Я сейчас понял, что мы же на нормальном проекте находимся. По идее, устройство на работу вообще не здесь находится. Так, подожди, здесь у нас этот ремонт на эти самые. А у нас вот за этим забором, по идее, раз. Опа, нормально. Короче, да, здесь у нас АТП, стоянка автобусов. Но, по-моему, устройство на работу у нас нифига не тут. А, нет, погоди, тут находится. Закончить работу. Вы переоделись в свою одежду, теперь вы закончили работать, всего доброго, приходите ещё принять. Я всё равно вот в этой одежде. Погоди, ещё. Я всё равно и на этой работе. То есть, это всё-таки у меня мой скин такой, что ли, или чё за фигня? Не хочу, короче, сейчас по всей карте бегать, поэтому думаю, что нужно сейчас добраться до автосалона. Опять-таки, у нас также находится в южном и, в принципе, в шаговой доступности. Можно, конечно, вызвать такси. У нас сейчас, в принципе, онлайн нормальный. Таксисты, по идее, должны быть. Но, опять-таки, мне кажется, быстрее будет добежать. Ну, типа, быстрее и дешевле, всё-таки денег у нас тоже немного, полтора миллиона. Это нам ещё не хватает на машину. Так, ну, в общем, как я и говорил, да, автосалон, вот, в шаговой доступности. Я буквально потратил, наверное, минуты-две, чтобы до сюда добежать. Ой, тут стоит, кстати, таксишная Камри. Но, как я и говорил, в принципе, таксишки-то есть. Доехать можно. Кстати, выглядит она прикольно. Ну, она таксишная, правда, если бы я такую купил бы, то она, мне кажется, была бы в другом зрении точно не таксишная. Но давайте посмотрим, что у нас есть. В прошлом ролике мы уже приценивались, но я, честно говоря, уже подзаб... О, поможете, по-моему, метки новые, кстати, да? По-моему, в прошлом видосе не такие метки были. Так, что по машинам? Сразу можем, наверное, назад листать, чтобы мы сейчас перелистали все лады, потому что лады нам не интересны. Хотя, конечно, прикольные там были по типу вот этой Вест, да, типа, интересно, да? Вот Патриот тоже, в принципе, интересно. Но хочется что-то получше, хочется что-то поприкольнее. Опять-таки, будем не забывать то, что был Крузак сотый до этого. Крузак сотый, это уже некий уровень, который, как бы, нужно соблюдать. О, миллион восемьсот за Камри. Вот, вот Камри это уже тема. Вот Камри мне уже нравится. Миллион восемьсот, ну, в принципе, можно будет докинуть донатом. Лексус АСФ лучше, чем Камри, сто процентов лучше, чем Камри. И стоит на два миллиона. В принципе, у нас тоже с донатом, если считать, то хватает. Также автомат, ну, типа, тоже его на подкорку оставляем. Блин, стингер, вообще круто было бы, стингер. Но стоит два с половиной, и, короче, он, мне кажется, проигрывает Лексусу. Блин, 220-й очень тоже нравится. Тем более, здесь он такой прикольный. Да и 140-й здесь тоже классно, 220-й как-то здесь еще лучше выглядит. Но как будто бы вот не для этого видоса. Как будто бы здесь хочется взять какую-то более-менее новую, скажем так, машину с гарантией, со всей фигней. Надо посмотреть, что у нас в донате есть, потому что в донате, по-моему, у нас тоже есть машины. М5 и в 10 здесь находятся, 300-й Крузак. Ешка Брабус 1600. Нет, ну, конечно, столько у меня нет, но здесь много интересных машин. Слушай, вообще интересно, эта система сделана, типа, что такие машины, они как бы за донат продаются, чтобы их прям очень много не каталось. Сделано это интересно. Ой, в 90-е, нифига себе. Вот такую я хочу, но это полторы тысячи. Ну, короче, пока ладно. Пока я в 90-е тоже, это такое на будущее. Пока что сейчас нужно взять что-то более приземленное и адекватное. Так, ну, короче, тоже все, в принципе, пролистал. Ничего такого прям интересного нет. Лучше взять за налик, скажем так, и чуть-чуть до перевести деньги. Так, ну, в общем-то, 2 миллиона уже у меня на руках. 400 тысяч было успешно снято, и сейчас нужно сделать выбор между Lexus ISF и Camry. В принципе, и то, и то очень мне нравится, но что, как бы, из этого, наверное, лучше, то и стоит выбрать. Поэтому сейчас попробуем. Опять-таки, если есть какой-то лимит машин, купленных в автосалоне, тогда просто купим то, что есть. Camry, это у нас что, 92-й, 70 литров, 177, автомат, передний привод, 1 миллион 800. И где-то здесь-то рядом был Lexus, это 2 миллиона, задний привод. А, подожди, у Camry передний привод, а тут задний. А задний мне, как бы, больше нравится, на самом деле, в крайней мере, в рамках игры. Я бы, на самом деле, хотел какой-нибудь синий цвет, и нужно здесь просто его натыкать. Или вот такой вот красный. Короче, нет, слушай, вот этот красный тоже мне нравится. Или это малиновый какой-то. Ну, короче, вроде как, со стороны смотрится неплохо. Поэтому нажимаем купить. Оплата, а, можно и наличными, и банковской картой. Оплата наличными. И, о, да, машина была в наличии, значит, собственно, она и у меня и купилась. 2 миллиона у меня списались, и где-то машина у меня здесь должна на выдаче, по-моему, стоять. Или где, я просто не понимаю. По-моему, где-то здесь сзади должна она быть. Вот это я понимаю. Вот это автомобайл, конечно. 2 миллиона, ребят, 2 миллиона. Вон, на Lexus ISF. Четырехствольный выхлоп. Чёрные диски. И, наконец-то, машина на автомате, у которой не нужно переключать всяческие там передачи и так далее. Машина, что самое главное, абсолютно новая. Она не с рук, ничего типа. То есть, я буду первый и единственный владелец. Кстати, наверное, пока день, пока всё открыто, нужно и в тюнинг сейчас заехать, наверное, и, короче, номера на неё съездить поставить. А для этого мне нужно в МРЭО. Я, наверное, первым делом номера поставлю, чтобы без номеров ездить, ну, прям, короче, не очень будет. Но едет она уже приятно. Мне очень нравится, что это автомат, и не нужно передачи переключать, потому что с этим была некая проблема у меня. Ну, он реально бодрый, слушай, этот Lexus реально бодрый. Не знаю, Camry, мне кажется, ехал бы не так бодро, как будто бы, ну, Lexus поинтереснее должен быть. И по трассе 182 мы выжимаем. Ну, в общем-то, заявленные 182 километров в час у нас имеются. Тут, правда, 90... Ух ты, ё-моё, тут, правда, 90. Слушай, ну, ехать на нём комфортно и прикольно. Да и красный цвет в целом мне, ну, почему-то нравится, не знаю. Хотя я бы, наверное, больше к синему склонялся, ну, ладно. Блин, я сейчас повороты, кстати, прохожу на этом Lexus, и знаете, что я вам скажу? Он управляется и не заносится, что самое главное. Потому что, казалось бы, задний привод уйти в занос на каком-нибудь резком повороте очень легко. Я, в принципе, сейчас этого и боюсь. Но нет, он держит дорогу. Я, правда, думаю, что если ручника нажать... Не, слушай, смотри, даже с ручником. Нет, он вообще, он вообще лютый зацеп держит, обалдеть. Это резина какая-то крутая, наверное, у него величие, я, конечно, хрен его знает. Но зацеп он держит лютый. И, опять-таки, задний привод, как полный, ощущается. Это прикольно. Ну, короче, за два мульта машина 100% достойная. В целом, пока у нас номеров нет, кстати, можем гнать спокойно. Даже на камеру не обращать внимания. Вот там, в принципе, был знак, что камера. Но, опять-таки, номеров нет. Нам, в принципе, плевать. А я куда-то уехал. Погоди, у нас переоформление не здесь находится, да? Так, вот, тут у нас и обслуживание есть, если что, да? Сразу автозапчасти, вся фигня и все, что мне нужно здесь есть. Тачку закрываем и бежим ставить ее на учет или что? О, вот сюда, в принципе, не надо. Так, продажа, обмен, 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 забрать, забрать, получить номер. Вот, мне нужно получить номер. Автомобиль Lexus ISF. У вас не пройден техосмотр. Окей. В принципе, я предполагал, что так будет. Короче, я предполагал, что так будет. Поэтому я вот как раз-таки и сказал, что как хорошо, что у нас здесь есть сразу эти автозапчасти. И, собственно, вся фигня. Так, посигналить, ремонтировать. Техосмотр, по-моему, куда-то вот сюда нам надо заезжать. Полторы тысячи рублей, техосмотр пройден. Кстати, здесь у нас сразу перекраска, если что есть. И по дискам, и по салону. Но, в принципе, опять-таки, пока видеть ничего не хочется. На всякий случай закрываем. И теперь, по идее, все. Че, техосмотр пройден? В принципе, если что, деньги на за номер у нас за какую-нибудь госпошлину имеются. Вымираем машину. И, блядь, у вас нет страховки. Да что ж такое-то? Так, все. Теперь давайте разбираться, где у нас здесь может быть страховка, в принципе. Нам сказали, что здесь страховочка оформляется тут. Значит, где-то здесь она и есть. Так, перед первым разбит валяются осколки стекла. Так, ну, в общем, что-то здесь решается. Я, наверное, будучи дедом, не буду никуда лезть. Опа, одежда! Нам сюда тоже надо. О, 17400. Давайте вот это купим, потому что мне просто не нравится за деда бегать. Параллельно пока мы ищем, наденем новый скин. Я просто не знаю, еще он норм. Ну да, в целом, окей. Короче, в целом этот скин лучше, чем вот этот дед, за которого мы бегали. Поэтому нормально. Так, все. Продолжаем, короче, искать страховую. Это что такое? 24 на 7. Это тоже не то, что мне нужно, кстати. Что-то вообще не то. О, страховая компания. Блин, нашел. Отлично, короче, это успех. Так, документы. Подходим. Модель Lexus. Страховка. День 550 рублей. Ну, допустим, давайте... Короче, на ближайшие 5 дней я плачу пока что. Я думаю, что пойдет. Тут оплата наличными. Все. Техпасс оплачено. Короче, вот о чем я хотел сказать. Да, на GreenTech оказывается не так просто купить автомобиль. То есть нужно еще немножечко действительно подзапариться, чтобы на него поставить номера. И это прикольно. Потому что этим... Ну, мне, по крайней мере, действительно этим интересно заниматься. Ну, что ты купил машину, просто на ней ездишь. А тут бац, бац, бац номера. А походу здесь, кстати, машина взорвалась какая-то. Ну или нет. Я не знаю, что за номера остались. Короче, ладно, неважно. Теперь, по идее, нам ничего не должно помешать. Что-то мы здесь стоим, блядь, на зеленом. Пацаны до сих пор ДТП разбирают. Ну ладно, мы, короче, без номеров. Поэтому вылетаем сейчас, наверное. Ну, чуть-чуть с нарушением. Да, окей. Но, опять-таки, у нас номеров нет, в принципе. Полиции тоже на горизонте не видно. Следовательно, можно немножечко втопиться. Только аккуратно, потому что здесь, блин, дороги неровные. Здесь еще всякие ямы, короче, сейчас появились. Вот сейчас вы там видели. На встрече сейчас яма была. Да и в целом тут лежаки такие, блин, не маленькие. Кстати, чувак на камере тоже на цветофоре он стоит навстречу. Блин, хорошо, что я не взял камри, потому что я был бы не, ну, типа, такой, как все. Я же должен быть не такой, как все. Короче, камри здесь, походу, много. Здесь и в такси камрюха катается, и просто я уже, короче, не первую камрюху у людей вижу. Лексуса, по крайней мере, пока что ни одного не увидел. Ой, какой раз я уже сюда приезжаю, короче. И мое место вот это свободно. Сейчас мы только-то за тком припаркуемся. И, надеюсь, больше никаких документов мне не нужно. Потому что, честно говоря, я уже чуть-чуть устал ездить. Ох, ебать, КА-166. Кстати, ну, ну, кстати, самый обычный номер. Ну, 166 эти цифры выглядят не так уж и плохо, в принципе. Лучше, чем, не знаю, лучше, чем, чем что. Лучше, чем, допустим, вон, 914 у пацана. Ну что, в общем-то, вот такая вот тачка. Вот такие вот номера мне на нее выпали. Вот такой вот процесс покупки на самом деле не самый простой. Опять-таки, не просто купить машину, знаете, и поехать там сразу кататься. Нет, нужно еще поехать там страховку сделать, короче, всю фигню. Техосмотры всякие пройти. И только потом вы получаете номера. И только потом вы можете на ней легально передвигаться. В целом, машина прикольная. Машина мне нравится. Я даже, наверное, в жизни бы такую себе хотел. Хотя, конечно, мне кажется, жизнь она мозгов наделает. Но выглядит она прикольно. Выглядит она сочно. Это, в принципе, для меня самое главное. Сейчас, наверное, поеду и припаркую. Ну, а вам напоминаю, что ссылка на GreenTech находится в описании. Обязательно скачивайте и регистрируйтесь. Вводите мой никнейм Даниил Киповский, чтобы получить бонус 100 тысяч на старте. Ну, а я буду на этом заканчивать. Надеюсь на ваш лайк, на подписку на канал. Ну, а всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.